На Донбассе снова потери среди украинских военных. В результате вражеских обстрелов погиб один боец. По сообщению штаба операции объединенных сил, боевики 39 раз открывали огонь по нашим позициям, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. Все подробности знает Руслан Смещук. Вначале на машине, а потом по окопам к самому краю. Это нулевые позиции между оккупированными Горловкой и Ясиноватой. Отсюда военные наблюдают за перемещением военной техники боевиков. Пока объявлено очередное перемирие, огонь не открывают. Хотя стрелять здесь есть по кому. Вчера где-то три Урала проехали в сторону Горлевки. То есть, доповели все по команде. Ну, они тоже ездят не колонами зараз, ездят в основном на высоте 200-300 метров машины от машины. Если придет какая-то серьезная техника, то мы первые уже знаем, куди она идет. Военные рассказывают, несколько дней назад активизировалась воздушная разведка противника. Зафиксировано достаточно активное перемещение вражеской тяжелой техники. Поэтому за боевиками наблюдают внимательно. По линии разграничения очень часто летают беспилотники. ДНР, может быть, готовится до наступу. А возможно, у них происходит ротация, потому что мы слышим гул военной техники уже дня три. Но и остается напряженная ситуация в традиционных горячих точках. Под Маринкой и Красногоровкой боевики не прекращают обстреливать украинские оппозиции. «Работают, как часы», говорят наши солдаты. «Нема такого дня, чтобы не было застосовано стрелецкой зброи, крупнокалиберных кулеметов, автоматов против наших військовослужбовцев. Запалюють трейсерами поля біля наших позиций, для того, чтобы выманити наших хлопців, выйти, гасити ці пожежі». Тут же, накануне вражеской противотанковой ракетой подбили армейский грузовик. Один украинский солдат погиб. Напряженная ситуация и на Светлодарской дуге, и в районе Крымского, где два дня назад боевики штурмовали позиции батальона «Айдар». Сейчас эта территория закрыта для репортеров, проводят работы по усилению обороны. Ну а штаб операции объединенных сил опубликовал видео награждения раненых бойцов, отражавших нападение боевиков. Руслан Смещук, Андрей Ярковой и Руслан Ревюк. Подробности – телеканал «Интер».